Первое приглашение сделать фестиваль Стармаса в Армении, был бывшим президентом Армении Армениным Сарксианом. И наш борт, наш комитет Стармаса обсуждали вот этот вопрос. Я приехал в Армению, тоже обсуждал это с правительством Армении, и через 2-3 месяца уже окончательно решили, что будем делать фестиваль в Армении. Но мой фактор, я думаю, что играет очень важную роль принятия этого решения. Я думаю, к сожалению, уровень астрофизики в Армении, естественно, нормально, упал после развала Советского Союза, как же и в других постсоветских странах. И в Грузии, например, и в Средней Азии, Молдавии и так далее, везде это упало. И по тем же самым причинам, то есть причины везде более-менее одинаковые. Нет финансирования, мозги уезжают из страны, все ученые. И новых кадров очень трудно найти, потому что новое поколение, вернее, предыдущее поколение, да, ну, их прежде всего интересуют вот те профессии, где можно зарабатывать какие-то приличные суммы, чтобы в свою жизнь устраивать. Да, к сожалению, в науке это было невозможно, первое. И второе, интерес тоже, потому что вот этого, вот реклама науки, которая была сделана в годы Советского Союза, вот это тоже исчезло. Тогда очень импортировалось все, очень вот престижно было быть ученым, да, и это тоже исчезло. И по этим причинам, вот интерес к науке очень сильно полно. И, ну, в Армении, естественно, можно это все вернуть, но нужна очень сильная программа, не только финансирование, потому что я всегда говорю, это финансирование, это часть дела. Второе, нужна программа, чтобы правильно финансировать знать, куда и зачем, и когда. Вот если это будет, и, естественно, это связано с системой образования тоже очень тесная. То есть невозможно иметь слабую систему образования и сильную науку. То есть это все одновременно нужно развивать, да. И вот я надеюсь, что сейчас начинается как-то возрождение, и Стармус какой-то вклад будет иметь в это возрождение, да, науке в Армении. К сожалению, Армения очень долго излучала очень грустную музыку из-за истории, да. Потому что история Армении в целом была очень грустная. Но все зависит от будущего поколения. И вот это поколение, как я вижу, очень свободномыслящее поколение, очень критическое. Оно не похоже на большие поколения, которые выросли в других условиях. И если это поколение захочет, они могут изменить эту музыку на очень веселую.